МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оба находятся этих пунктов на улице Энгельса, Преображенской. 14.41, не перепутайте, стартует урбанистический форум. Главное, что мы должны знать, горожане, об этом форуме, он для нас. Мы на этом форуме должны услышать, сможем услышать позицию властей города и региона по развитию нашего областного центра. Мы на этом форуме можем задать свои вопросы и внести предложения, как мы видим комфортную городскую среду, начиная от собственной квартиры и заканчивая глобальными вещами, такими как улицы, система движения, экология, воздух, абсолютно все. Для того, чтобы этот форум прошел успешно и чтобы это взаимодействие осуществилось, нужно зайти на сайт Кировского урбанистического форума, поисковик заработал хорошо. Да, находит сразу в первой строке urban.aviacu.ru Прямо заходите на главную страничку и там есть кнопка «Зарегистрироваться». Изучите внимательно, какие секции есть на форуме и зарегистрируйтесь на эти секции, потому что понятно, что просто помещение будет ограничивать количество участников. Это для всех, для нас, поэтому это очень важно. Мы, конечно, крайне заинтересованы, чтобы пришли активные горожане, которым не все равно и которые готовы участвовать в изменениях городской среды. Итак, Кировский урбанистический форум, сайт, регистрация. Осталась всего неделя до завершения регистрации. Пожалуйста, сделайте это, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы город наш был для нас, для горожан. Гость нашего первого часа, кстати, уже зарегистрировался успешно на этом сайте. Андрей Воробьев, руководитель автономной нековерческой организации «ЖКХ-эксперт», эксперта общественной палаты Кировской области третьего созыва и, внимание, члену ПКО четвертого созыва, который скоро вступит, собственно, в силу в действие. Да, и надо сказать, что мы с Андреем бились за то, чтобы была комиссия, которая занимается урбанистикой. Не надо пугаться этого слова. В общественной палате? В общественной палате. Надо сказать, что мы уже три года проводим эти проекты, и в нашей студии, здесь в редакции мы много разжевываем, что такое урбанистика, почему это важно для нас. Это вот все, что касается комфортного проживания в этом городе. И сейчас мне Андрей сказал, что есть такая комиссия. Мы с тобой туда попали, входим. Да, добрый день всем. Я тоже очень рад, что комиссия в общественной палате по урбанистике, развитию инженерной инфраструктуры, энергетике, все эти вопросы будут подниматься в четвертом созыве, и комиссия теперь называется по экономике, промышленности и инфраструктуре. Ну, а что касается урбанистического форума? Ну, это предположительно, если на пленарном заседании члены общественной палаты за нее проголосуют. Ну, скоро это решится, собственно, этот вопрос. У нас там уже много желающих поработать в этой комиссии. Что касается урбанистического форума, Андрей, несколько слов о важности этого мероприятия. На твой взгляд, и что ты непосредственно, вот, лично хотел бы увидеть, услышать на форуме? Ну, во-первых, я очень жду гостей, которые приедут. Хотелось бы послушать их мнение, как у них развивается. Я точно знаю, что у нас впереди, так сказать, планеты всей, кроме Москвы, да, и крупных городов, это Татарстан, где активно жители участвуют в благоустройстве своего города. То есть власть с ними ведет диалог, им предлагает, с ними общается и говорит, вот, давайте мы вам сделаем вот так. Тут вы живете, тут вы ходите, тут вы работаете. Вот, что бы вы тут хотели сделать? А не так, как у нас сначала сделали. Желтые заборы. Да, а потом, как оказалось, это неудобно, это неправильно, это некрасиво. Я хочу, чтобы результат от урбанистического форума в первую очередь был направлен на то, чтобы была большая связь и диалог между властью и обществом. В плане урбанистики, развития благоустройства, комфортной городской среды, ну и вообще в целом городской среды, И проработка механизма, возможно, согласно которому все мнения горожан будут учитываться, активных горожан. Да? Да, и еще очень хочется, чтобы больше представители органов местного самоуправления, государственной власти рассказывали о своих планах в плане развития городской среды, ну и вообще города, области, чтобы люди понимали, чего ждать, к чему стремиться или чем-то можно помочь, например, да? То есть, чтобы как-то было это все синхронизировано и понятно. То есть, а не просто перед фактом, когда те остаются. Ну да, я бы хотела обратить ваше внимание, что Московский урбанистический форум восьмой уже по счету в этом году проходил, и на сайте этого форума есть все выступления и все секции, записанные на видео. Я вчера еще раз переслушивала и пересматривала открытие деловой программы, открывал ее Собянин, естественно, да, и достаточно длинное было выступление, и там Собянин рассказывал, для чего они все это делают. Он приводил примеры, как все менялось. Он признавал ошибки, да, которые были совершены. И вот он говорил, что город полностью ориентируется на человека, полностью ориентируется на москвича и на приезжающих в Москву гостей. Гигантский, конечно, поток миллиарда людей там уже проходит через Москву. И это очень важно. Вот когда глава города, глава такого большого мегаполиса говорит, что только ориентирование на человека позволило Москве сейчас занять определенные позиции, а не скатиться в списке ведущих городов мира куда-то там в подвал. И он говорит, что невозможно развивать экономику города без того, чтобы изменять городскую среду. Да. Кстати, у нас затем на сайте нашего форума будет возможность посмотреть видео выступлений. Достигнута уже такая договоренность, что будут выкладываться эти материалы? Известно, неизвестно? Это все должен будет записывать подрядчик, ВУЗ, ВИАДГУ, наш опорный ВУЗ. И на сайте форума Кировского урбанистического форума это все будет выкладываться. Да, хорошо. Еще раз напоминаю адрес урбанистического форума urbanviatso.ru. Заходите, регистрируйтесь. После того, как вы нажимаете на плашечку регистрация, там вываливается подробная программа этого мероприятия. И вам нужно просто галочки поставить, какие секции, исходя из своего графика, вы можете посетить. Ну, я думаю, что про урбанистический форум немножко хотя бы будет затронута эта тема в особом мнении. Сегодня после 13 часов вице-спикер Заксобрания Роман Титов придет к нам в гости, ведущая Анна Лапшина. Я так вижу, анонсирую сегодняшние наши эфиры. Во втором части после 12.05 будем говорить о проекте по обучению сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня как раз-таки этот проект стартует, обучение началось. Это, напоминаем, деньги президентского гранта. У нас в студии будут Наталья Шитько и Михаил Курашин, одни из ответственных лиц за реализацию этого проекта. И, собственно, вот Андрей Воробьев у нас сегодня по очень интересной теме, которую я сформулировал следующим образом. Квартира в новостройке. Как поступать, если в ней обнаружились нюансы, делающие жизнь некомфортной? А что? Актуальная очень тема. Потому что, читая СМИ, новости по всей стране и в нашей области тоже, это не исключение, регулярно есть сообщения о том, что вот люди въехали в новые квартиры, радостные, счастливые, новое жилье. Возможно, они намаялись, живя в каких-то старых, ветхих помещениях. И вот они надеются на то, что теперь все будет хорошо. А нет, вскрываются такие проблемы, которые действительно омрачают жизнь. Ну, самое распространенное явление негативного плана из тех же новостей, это не там проблемы с вентиляцией, проблемы с канализацией, стены сырые, швы незаделаны, дуют и так далее и тому подобное. И вот я вчера об этом узнал. Со слов Андрея, у нас очень интересный судебный прецедент появился в нашем регионе. Я думаю, что эта тема найдет большой отклик среди наших слушателей. Но мы к ней подробно приступим, видимо, уже после небольшой паузы, потому что дошло время небольшого перерыва. Давайте через полминуты продолжим. Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», эксперт общественной палаты Кировской области, член палаты 4-го и 3-го, 4-го созыва у нас в студии. 4-го. 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 А в 3-м ты был экспертом. Ой, вот как оказывается. Ну, свой человек уже просто там. Конечно же, надо сказать, что оба наших часа так или иначе связаны с комфортным проживанием в этом городе. И что касается квартиры, то вот я уже сказала в первом части, вот Сергей Семенович Собянин, когда говорил о Москве на урбанистическом форуме московском, он говорил, что все начинается практически вот с квартиры человека. Насколько ему комфортно там живется, насколько он удовлетворен состоянием своего жилья. Это очень тоже важный аспект. Мы сегодня попытаемся рассказать вам о том, как, собственно говоря, защитить свои права, как внимательно отнестись к жилью, которое вы приобретаете, к новому жилью, которое вы приобретаете. Если вы находите какие-то недочеты, недостатки, как оформить правильно претензию и добиться исправления этих недостатков. Да, а быть вот такая типичная бытовая коммунальная история, где, очень важно подчеркнуть, есть третья сторона, застройщик. И вот как раз-таки застройщик был признан к ответу. Есть уже конкретное судебное решение. Пожалуйста, внимание, все бразды передаем Андрею. Переносимся в микрорайон Озерки, видимо, нашего областного центра. Итак. Все началось с того, что в 4 утра сосед снизу обратился в диспетчерскую службу управляющей компании. То есть у нее потекла вода с потолка. На следующий день управляющая компания пришла, зафиксировала. Да, действительно, идет затопление сверху, то есть перекрыла воду и составила... Во всем доме. Да, во всем доме. Поднялась на этаж выше, к соседу. Как оказалось, что в унитазе бачка обнаружилась трещина, которая, в принципе, и дала такой большой залив не только помещения собственника, где был установлен этот унитаз с бачком, но и, соответственно, соседа снизу. Ну и на этом как бы так все закончилось. Разговор закончился. Все так ушли по своим делам. И, соответственно, сосед снизу заказал оценку своего ущерба и обратился в суд на соседу сверху. Сосед сверху пришел ко мне на консультацию. Говорит, можно ли что-то здесь сделать, потому что я, говорит, не виноват. Я там не жил. Я молотком по бачку не стучал, не выразил. Я, говорит, вообще практически не пользовался из двух, там, с половиной лет пользования квартиры, которая была в доме и дом был введен в эксплуатацию. Я был год в армии вообще. То есть полгода еще там делал ремонт, и вообще тут редко бываю. А сразу уточняющий вопрос. Величина ущерба, как она была оценена соседам снизу? Какие суммы фигурировали? Размер ущерба был 17 тысяч рублей. То есть размер ущерба был совсем небольшой. И вот этот сосед снизу, он пробовал обратиться к застройщику сего слов, где застройщик сказал, ну, я тут при чем? Тебя же сосед затопил, иди там с ним и разбирайся. Вот. Ну, соответственно, проанализировав ту ситуацию, я принял решение, что можно будет в суде не только поучаствовать, но и защитить свои права. То есть, потому что, на мой взгляд, здесь были отношения между застройщиком и как раз соседом, чью квартиру затопило. Потому что, как известно, у нас в соответствии с федеральным законом об участии, о долевом участии в многоквартирных домах, 214 ФЗ, у нас застройщик несет гарантию 5 лет на объект долевого строительства и минимум 3 года на инженерное оборудование, которое входит в состав квартир. А унитаз как раз это и часть инженерного оборудования. Часть инженерно-технологического оборудования, ну, по-простому, сантехническое оборудование, то есть раковина, унитаз. Раковина, унитаз, ванна, смесители, электрика и так далее. Да, вот в этих домах по улице Тарафиной входила, значит, чистовая отделка в стоимость самой квартиры, и поэтому, соответственно, это было установлено за счет застройщика и его силами. При первоначальном разбирательстве застройщик категорически отрицал, что унитазы устанавливал такого рода именно он, что завод из Новосибирска «Универсал» вообще не знаком застройщику, он не покупал у него, а покупал сантехническое оборудование с завода «Лобня» Московской области. То есть мы тут вообще ни при чем. Вы его сами там установили, сами сломали, в общем-то, разбирайте сами. Потом была проведена судебная экспертиза, где приезжал эксперт с соответствующей квалификацией. То есть это все заказывали, соответственно, на этого специалиста? Да, то есть стоимость судебной экспертизы была 14 тысяч рублей. Эксперт, значит, забрал... А кто оплатил эту стоимость? На суде этот вопрос решался. То есть застройщик предлагал... Сейчас забегаем вперед. Застройщик выступил с этой инициативой, и он предложил ее поделить пополам между нами и им. Но я категорически отрицал это, потому что мы не выходили с этой инициативой. А, как говорится, кто хочет, тот и оплачивает. Вот. Они полностью ее оплатили. Приехал специалист. Забрал с собой бачок. То есть все сфотографировал, замерил. Его габаритные размеры, форму оценил. Вот. И при детальном анализе у себя, соответственно, в месте проведения экспертизы в лаборатории в заключении уже впоследствии указал, что это был заводской брак вследствие недообжига вот этой вот керамики, вот этого санфаянса. То есть экономия, по сути, на материалах. То есть завод-изготовитель сэкономил на материалах, на технологии. И, по сути, вот это оборудование попало в продажу. Причем это стало таким ключевым поворотным моментом, да? Эксперт установил, что это заводской брак. Да. А не действия собственника там. Да, как бы вины. Он не нашел каких-то механических повреждений. Хотя, опять же, там, это представители и управляющей компании, которое приходило, и застройщики категорически хотели убедить эксперта как-то на него повлиять в том плане, что это вот вина непосредственно от молодого человека, который периодически появлялся в этой квартире. Ну и по результатам экспортизы было установлено, что причиной затопления является трещина в бачке, что вины самого собственника этой квартиры нет. Вот. И уже на очередном заседании застройщик сказал, что да, все-таки это наши унитазы, что мы их покупали. Покупали у одной из известных фирм в Кирове. Количество унитазов, купленных, можем партию отлучить? 122 унитаза было в этой партии. Все они бракованные, получается, или нельзя такой вывод сделать? Нельзя такой вывод сделать, что они были все бракованные, но судя по информации жителей микрорайона, это не единичный случай. То есть уже... Когда внезапно трескается, да? Да, то есть их просто меняют, выкидывают и покупают хорошие унитазы каких-то более дорогих брендов. Ну, у кого на что, собственно, глаз лешет. Да. И по цене, чтобы подходило. Угу. Вот. И получается, что в итоге было понятно, что унитазы это от застройщика, именно такой марки завода в Новосибирске. Ну, и, соответственно, по нашему, опять же, закону о долевом участии, в связи с гарантийным случаем, за все отвечает в этом плане продавец. То есть он должен доказать, что это не его вина, а чья-то, например, другая. Вот. И суд установил, что все-таки застройщик должен платить за некачественный товар. То есть это, по сути, был товар в части вот этой квартиры, которая приобреталась участникам долевого строительства. Ну, и, в принципе, решение было вынесено, вступило в законную силу. В начале октября, да, еще? Да, 2 октября не обжаловалось. Соответственно, ответчикам, ну, на мой взгляд, это понятно. То есть было сделано как бы максимально полное, мотивированное решение на 16 страницах судьей, где была дана оценка всем доводам, всех сторон. Было много третьих лиц. Был и завод приглашен в качестве третьего лица. И он утверждал, что через такую микротрещину размером с волосок, вот я сейчас просто дословно цитирую, невозможно было залить две квартиры водой. Но, когда приходил эксперт, мы провели эксперимент, набрали воды в бачок и за несколько минут, по сути, вся вода из бачка через трещину вытекла. То есть это достаточно, ну, это несмотря на то, что микротрещина, давление воды, естественно, оно позволяло такую большую утечку создать. В общем, экспериментальным путем доказали, что действительно через это отверстие небольшое можно устроить довольно-таки немалый потоп. Да, и что самое интересное, бачок — это не самый ключевой прецедент вообще в этом соотехническом оборудовании, потому что и сам унитаз из-за них трещин, по сути, состоял. То есть это такой, я бы сказал, комплексный брак завода-изготовителя. Причем, судя по отметкам, которые были на сантехническом оборудовании, то есть такие штампели отдела контроля качества, они какие-то были размазаны. То есть вообще не факт, что эта продукция была непосредственно с завода. — Может, контрафакт? — Да, может, вообще какой-то был контрафакт, который через несколько лиц попал магазинам, которые торгуют, и они даже сами об этом могут не знать просто. — Интересно, строители когда монтировали непосредственно это сантехническое оборудование, визуально-то можно определить на вот этом изделии? — Нет, это невозможно. Они выглядят как новые. — Как обычные. — Да, как обычные. — Там все нормально. Именно процесс эксплуатации я как раз показываю, что что-то в нем может быть не то, если идут просто естественные трещины на нем. — Итак, в итоге застройщик за что заплатил? — В итоге застройщик заплатит уже, получается, по исполнительному листу 17 тысяч за ущерб в квартире истца, которого в первую очередь затопило. потом заплатит 4,5 тысячи за экспертизу, то есть за оценку ущерба этого. Заплатил уже 14 тысяч за экспертизу, вот это вот. — За судебную экспертизу? — Да, за судебную экспертизу. И еще будут 24 октября рассматриваться вопрос о судебных издержек именно на представителя соседа сверху, то есть кого я и представлял. То есть общая цифра, я думаю, что значительно превышает первоначальную, которую, в принципе, застройщик, зная законы свои, он по ним работает, мог бы в добровольном порядке этот вопрос урегулировать. То есть я считаю, что надо, в принципе, так и работать застройщиком и не доводить до судов, потому что все-таки суд — это компетентный орган, если можно так назвать в этом плане, который все-таки установит в любом случае, кто виновен и сколько он должен заплатить. То есть кому причинен ущерб, он в 99% всегда получит свои деньги. Вопрос от кого? То есть если что-то произошло у вас в квартире или в доме и не по вашей это было вине, то есть и это не ваше имущество, то есть или это общедомовое имущество, какой-то прорыв пошел из стояка холодной воды, из канализации или от батареи идет течь в каких-то соединениях резьбовых, то есть очевидно, что это вряд ли ваша вина. То есть если это общедомовое имущество, то, как правило, за это отвечает управляющая организация, если это гарантийный срок, здесь и застройщик должен отвечать. То есть всегда нужно пользоваться своими правами, которые указаны не только в федеральном законе номер 214 о долевом участии, но еще и самый популярный закон, я думаю, что он известен многим, аналога которого в мире я не знаю, это закон о защите прав потребителей. Здесь вот на этом закон о защите прав потребителей работает. Мы прервемся на небольшую паузу и продолжим разговор с нашим гостем, экспертом в области ЖКХ Андреем Воробьевым. Продолжаем разговор. Тема у нас сегодня так обозначена в первом часе. Квартира в новостройке. Как поступать, если в ней обнаружились нюансы, делающие жизнь некомфортно. Андрей Воробьев, эксперт в области ЖКХ, член общественной палаты 4-го созыва у нас в гостях. Продолжаем историю с новостройкой в Озерках. Это был даже не конец до паузы, о котором я рассказывал. Это было лишь... Мы дошли до закона о защите прав потребителей. Да, это такой для потребителей классный закон и совсем не классный для продавцов и, соответственно, тот, кто оказывает услуги или продает товары. Потому что на этом законе очень многие пытаются не просто решить свои вопросы, но еще и спекулировать и, мягко говоря, нажиться, заработать. Есть такие злостные потребители. Их даже я назвал мягко злостные. Они просто, как это сказать... Профессиональные, наверное. Профессиональные. Отслуживальщики, не знаю. Да, такие, так сказать, коллекторы судебные, которые умудряются просто из воздуха делать деньги и получать там товар и услуги. Там, например, был случай. Сейчас еще дело не вступило в законную силу. Решение в смысле судебное. Да, судебное решение не вступило. Вот в областном суде, наверное, будет апелляция. Там, значит, юридическое лицо, у юридического лица купила систему видеонаблюдения, установила ее на пилораму в районе области. А потом директор этой организации продал ее. Соответственно, снялся с поста директора. То есть демонтировали эту систему? Нет, ничего не демонтировали. А, продал пилораму? Да, продал это юридическое лицо, пилораму. И спустя год обращаются с претензией к продавцу этих камер. Замените-ка мне всю систему видеонаблюдения, штраф 60 тысяч по закону о защите прав потребителей, моральный вред там 35 тысяч. И вот это все мне, как физическому лицу. Хотя я покупал юридическое лицо. И было у нас пять заседаний. Сначала там в районном суде, потом в одном из кировских судов. В итоге суд разобрался в этой проблеме и прямо в решении указал, что просто вот это физическое лицо злоупотребляет правом, которое ему дано законом. И в том числе из-за этого ему отказано было в иске. То есть он, по сути, просто хотел получить денег на халяву. Но областной суд в этом тоже промежуточную точку ставил. Говорил, что закон о защите прав потребителей здесь не применяется. Потому что вот эта система видеонаблюдения была приобретена не для личных бытовых нужд, а для осуществления предпринимательской деятельности. Здесь надо тоже разделять. И поэтому вот в продолжении вопроса о законе о защите прав потребителей, непосредственно который касается новостроек, очень часто участники долевого строительства, мне кажется, один из популярных самых вопросов, которые предъявляются к застройщикам, это взыскание неустойки при сдаче дома. То есть, например, застройщик указывал в договоре и в декларации, что третий квартал 2018 года, срок прошел, и со следующего дня там уже уйдет неустойка в размере 3% от суммы договора. То есть, некоторые умудряются себе за несколько месяцев заработать несколько сотен тысяч на квартире из-за того, что застройщик во время ее не сдал. И в продолжении темы на районе Озерки, у соседа, у которого как раз был установлен бракованный унитаз с бачком, он тоже обратился к своему застройщику. У него тоже повреждения, да? Да, у него тоже был ущерб, вода у него по всей квартире растеклась, ламинат весь вздул. Ну, скучился, да. Да, то есть ущерб тоже был еще больше, чем у соседа снизу. Вот он обратился и попросил застройщика мирным путем этот вопрос урегулировать. И похвально, что застройщик разумно подошел к этому вопросу, не стал доводить до суда, так как, в принципе, на мой взгляд было понятно, и это, так сказать, уже приюдиция такого рода, то есть уже установлены факты и обстоятельства, что была установлена причина затопления, виновное лицо, поэтому еще раз было судиться и ездить в район области не столь близки, мне кажется. В район, потому что и ответчики, и истец там, да? Да, истец, опять же, вот по этому любимому нашему закону защитить прав потребителя, может выбирать место рассмотрения спора, то есть или по месту своего нахождения, либо по месту нахождения того, кому предъявляется иск, либо там по месту, где объект долевого строительства. И поэтому застройщик тут грамотно подошел и, соответственно, в добровольном порядке оплатил стоимость не только ущерба, затопленному гражданину, но еще и, соответственно, услуги, которым вынужден был прибегнуть этот собственник по оценке этого ущерба, то есть там сумма, по-моему, 3,5 тысячи была. 3,5? Да. Или больше все-таки, если ламинат по всей квартире? Там, по-моему, 3,5 тысячи была сумма, ну, в районе 4, то есть они примерно так и стоят от 3 до 5 тысяч, вот оценка такой небольшой квартиры. Вот поэтому это достаточно похвально, я считаю, что многие застройщики должны идти вот по такому пути, потому что они знают, что решение суда по закону о защите прав потребителей, если состоялось не в их пользу, то еще, как правило, 50% от суммы присужденного добавляется, то есть вместо 100 тысяч будет 150, плюс моральный вред, плюс издержки на представителей. Штраф как раз предусмотрен законом о защите прав потребителей 50%. 50% этого штрафа идет как раз, да. Да, он, конечно, судом при определенных обстоятельствах может быть уменьшен, то есть такое право у суда есть, но, как правило, это 50% в большинстве случаев. Вот у нас 4 минуты остается, чтобы сейчас подвести итоги этой всей истории и дать конкретный совет людям, которые, не дай бог, конечно, окажутся в похожей ситуации. Конкретный совет заключается в том, что если что-то случилось с общим имуществом в доме или в квартире, и вы не знаете, что делать, вы не знаете, кто в этом виноват, напишите в любом случае в письменном виде, в двух экземплярах обязательно застройщику. Отправьте ему либо почту, либо принесите лично под подпись секретаря в приемную, чтобы этот вопрос был на контроле. Но эта история касается новостроек только, да? Да. Новостроек. Это только новостроек, то есть и именно в тот гарантийный срок, который... Когда не истекло еще 5 лет по общему имуществу, да, и 3 лет по инженерному. По инженерному, да, но застройщик ведь может и больше гарантию предоставлять, больше 5 лет. А как узнать конкретную гарантию? Это посмотреть в договоре нужно, в договоре для его участия. Да, очень, мне кажется, поучительная история. Главное, что по полочкам так все Андрей разложил нам. Как действовать, да, на что обращать внимание, куда можно обращаться. Единственное, что, конечно, люди у нас до сих пор предпочитают в таких случаях просто сами какие-то действия предпринимать и не ввязываться в судебные тяжбы. А механизм, оказывается, работающий. И главное его просто понимать и понимать, куда обращаться. Спасибо за такой хороший урок. Надо такой ликбез нам продолжать. Ну, собственно, мы этим занимаемся постоянно с твоей помощью, Андрей. Спасибо, что участвуешь. У нас остается буквально там несколько минут до завершения эфира. Я тут узнала буквально вот в процессе нашего эфира, что сегодня день рождения Ульи Вячеславовича Шульгина. Я думаю, что нашего сити-менеджера надо поздравить и пожелать чего-нибудь хорошего. Да? Давайте это сделаем. Ну, во-первых, я бы хотел ему пожелать терпения и все-таки сказать, что, например, в плане дорог мы результат видим, потому что я вижу, что в этом плане переживают. Это многие все равно говорят, вот да все плохо, все плохо, ничего не делается, там дороги плохие. Не знаю, я езжу по дорогам, меня все устраивает. То есть по тем дорогам, по которым езжу я. То есть их действительно сделали. И вот дорогу рядом с моим домом, которую не делали с 2012 года, там выиграны все суды, там с администрацией причем, то есть и там прокуратура, и приставы, ничего не делалось. В этом году там не было асфальта. Я к тому, что вообще, то есть, по сути, это центр города, ну, не прямой ценой, но не было асфальта. То есть все закатали в асфальт. То есть сейчас вообще как автобан практически. То есть я не знаю, я вот доволен и считаю, что в плане дорог у нас результат есть, но кроме дорог у нас еще есть много направлений, по которым надо работать. У нас под дорогами еще много чего. Поэтому желаю, как минимум, терпения. Кому? Илье Вячеславовичу Шульгину. Илье Вячеславовичу. Всем нам, Илье Вячеславовичу, в частности. С чем терпение? Ну, Володя, ты можешь сказать? Да я краток буду здоровья, в первую очередь, хочется пожелать. Такой же человек, Илье Вячеславович, хочется, чтобы он чувствовал себя хорошо. Радостных моментов, чтобы у него в жизни было побольше. Чтобы реже приходилось повышать голос на подчиненных. Чтобы не доводить до этого. Чтобы все подчиненные сразу понимали, что нужно делать, и все работало как часы. Вот так вот. Да, я тоже поздравляю, Илью Шульгина, с днем рождения. Илье Вячеславович, здоровья и терпения. И здоровья вашим близким. И, конечно, я согласна с Володей. Это надо подчеркнуть. Что в работе, в такой тяжелой, ответственной работе, как работа руководителя города, очень важна команда. И я, конечно, понимаю, что кадровый вопрос практически решает все. И я просто желаю вам, чтобы ваши сотрудники, ваши коллеги стали вашими единомышленниками. И ситуация «Лебедь, рак и щука» перестала существовать в нашей городской администрации. И все мыслили современно, действовали активно, не работали как чистой воды бюрократы. А бюрократы в хорошем смысле слова, которые понимают слово закона. И этот закон оборачивали на пользу гражданам прежде всего. Вот в этом смысле. Я прямо очень этого желаю и поддерживаю те шаги, которые делает Илья Вячеславович по преобразованию нашего города. И хотелось бы, чтобы эта поддержка внутренняя в команде администрации была очень серьезной. Почему это важно пожелать сети-менеджеру? Потому что, как и губернатор, как и другие ответственные лица в любой компании большой корпоративной истории, они на самом деле не могут существовать в одиночку. Вот ручное управление в чистом виде невозможно. Оно к быстрым, хорошим, эффективным результатам и решениям не приводит. Мы это знаем все. Поэтому важно, чтобы были образованные, продвинутые, прогрессивные чиновники, которым не все равно, что происходит в этом городе, компетентные, которые постоянно занимались бы самообразованием и которым можно делегировать какие-то серьезные вопросы. Правда. Вот этого я желаю. Спасибо, Андрей Воробьев, за участие в нашей программе. Мы будем и дальше продолжать вот такой ликбез в сфере ЖКХ. Сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу. Ну и в следующем часе тоже с полезной, с практической точки зрения темой мы вернемся в эту студию. Мы говорим о том, что стартует проект по обучению сотрудников социально ориентированных НКО. Продолжаем эту тему. Тоже все на пользу городу. Редактор субтитров А.Семкин